Добраться до места, где нашли останки советских солдат, можно было только на гусеничном тягаче. Повсюду лесная чаща, где трава достигает двух метров в высоту. Нежникамка Гузель Пеганова вместе со своей мамой и тетей этой встречи ждали всю свою жизнь. Весть о том, что нашли их без исти пропавшего, папу и деда пришла накануне праздника Победы. Сестра мне позвонила, мы даже разговаривать не могли. Только она сказала, что нашли медальон отца. Я потом собралась к ней приехать, вместе собрались, приехали сюда. Первая находка в этом месте ложка была, а после ложки, соответственно, вот в этой части нашли противогаз. Нашли противогаз, начали копать вокруг него, нашли первые кости. Вот как раз это их обуви лежит, вот она вся, все были обуты, все были обуви. На этом самом месте поисковики подняли останки четырех советских солдат. Именной медальон был только на рядовом из Татарстана. До войны имен Лехужай Дрисов был директором в деревне Верхние Челны Заинского района. Ушел на войну в 41-м. С фронта от него пришло лишь девять писем. В годы войны здесь, в деревне Исяково Новгородской области, шли ожесточенные бои. В военных сводках числятся 260 погибших и больше тысячи пропавших без вести красноармейцев. Последнее письмо жене от мужа пришло именно оттуда. Внучка солдата Идрисова, Гузель Пеганова, рассказывает нам, что сейчас она детально изучает непростую судьбу своего деда. Кстати, быстро найти родственников поисковикам удалось благодаря тому, что Гузель зарегистрировалась на сайте Бессмертного полка. И данные деда внесены в книгу памяти Татарстана. Это настолько еще знаменательный, говорю, 70 лет победы, и вот его нашли. Правда, его кости там пролежали 74 года в земле. Ну, я целый день проплакала, наверное, потому что я поверить не могла. Этой весной поисковики захоронили в Демьянском районе Новгородской области 46 солдат советской армии. В том числе и рядового Идрисова. Субтитры создавал DimaTorzok